Дорогие друзья, с вами канал популярная микробиология. Сегодняшняя тема на злобу дня. Экология микробов и бомба замедленного действия Синтия. Если вас заинтересовала сегодняшняя тема, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Экология микробов – это раздел медицинской микробиологии. Он изучает расселение микробов, взаимоотношения микроорганизмов в природе. Но на медной табличке перед входом в штаб-квартиру Детского фонда Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке отчеканены слова «Земля не оставлена нам нашими родителями, она дана нам в долг нашими детьми». Наша планета серьезно больна. В двери и окна общего дома человечества стучатся невиданные беды грядущих экологических катастроф. А люди словно бы и забыли, что по векселям отцов придется расплачиваться их детям. Поглощенные кто погони за сверхприбылями, кто за поисками куска хлеба на обед. Люди рубят леса, жгут уголь и мазут, травят пестицидами плодородную почву, убивают землю. Первыми заметили угрозу ученые, парниковый эффект, разрушение слоя озона вокруг планеты, угрозы голода в 21 веке в связи с истощением почвы и взрывным ростом народа-населения. Против экологического эгоизма человечества наука в чистом виде бессильна. Ну а микробы, они адаптировались к различным условиям внешней среды и заселили все уголки земного шара. Они живут в Мертвом море, в Большом соленом озере, воды которых содержат 27% солей. Водоросли, хламидомонос, размножаются на поверхности снега, а термофильные бактерии горячих гейзеров при 90 градусах. О некробах академик Амелянский сказал, что невидимые они постоянно сопровождают человека, вторгаясь в его жизнь то как друзья, то как враги. В настоящее время произошли глобальное преобразование внешней среды. Нарушились биоцинозы, которые существовали миллионы лет. Аральское море. В результате загрязнения водоема органическими веществами произошло бурное развитие водорослей. Разрушение микроорганизмов водорослей привело к истощению запаса растворимого кислорода, а это привело к гибели рыбы и к появлению неприятного привкуса питьевой воды. Как определяется степень загрязнения сточных вод? Для этого используются золотые рыбки, которые приходят волнение, если вода недостаточно очищена от ядовитых веществ. Впервые эти рыбки были с успехом применены на нефтеперегонных заводах. Теперь эту роль выполняет зеркальный карп. Ну и, наконец, об обещанной бомбе замедленного действия. Несколько лет назад в Мексиканском заливе произошел аварийный разлив нефти. Для борьбы с нефтяным пятном в секретной лаборатории Соединенных Штатов были выведены модифицированные бактерии синтия. За таким красивым названием скрывается микроб под названием микоплазма. Это очень маленькая бактерия, у которой нет клеточной стенки. Поскольку этот микроб был выведен лабораторным путем, он содержит полностью синтетический ген. Задача была настолько успешно решена, что исследователи этой группы, их было 20 человек, руководителем группы был Хамильтон Смит, они были удостоены Нобелевской премии. Нефтяное пятно было полностью ликвидировано. Но поскольку это была узкая специальная задача, а в Соединенных Штатах Америки не принято мыслить глобально, задача была поставлена и она была выполнена. Но не был запущен механизм саморазрушения бактерии синтия. И произошло загрязнение мирового океана Синтии. Синтия распространилась через воды, морей и океанов и перешла на сушу. И теперь она поражает людей, организм которых, так же как и нефть, состоит из органического углерода. Есть мнение, что геном Синтии скопирован в коронавирус. Возможно, в рибонуклеиновой кислоте коронавируса строены элементы и вируса иммунодефицита человека. Одним из основных симптомов коронавирусной инфекции является тяжелая пневмония. И именно поэтому больные нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. А вообще, современная пневмония это вполне излечимое заболевание. Так вот, при коронавирусной инфекции происходит снижение иммунитета на фоне лейкопении, то есть снижение количества лейкоцитов наших основных защитников. Тема очень интересная. В одной лекции разобрать всё невозможно. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ждите следующих лекций. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...